Привет! Беспроводные наушники Redmi AirDots по праву можно считать народными. Их можно любить, их можно ненавидеть, но неоспоримым остается один занимательный факт – продажи этих беспроводных наушников бьют всевозможные рекорды по всему миру. Недаром еще в августе прошлого года сами же китайцы начали их массово подделывать и продавать под видом оригинальных на всех площадках и маркетплейсах Поднебесной. Ну а раз начали подделывать и без того бюджетные наушники, то значит это определенного рода успех, как бы кто не считал иначе. В общем в этом году в Redmi не стали особо заморачиваться и выпустили обновление своего прошлогоднего хита с минимальными изменениями в дизайне, а также по аппаратной и функциональной части. Ну а что же в них добавили интересного, сегодня я тебе и расскажу в своем видеоролике. Итак, встречай, это новые Redmi AirDots S. Как я уже озвучил в самом начале, ни коробка, ни внешний вид самих наушников не претерпели никаких изменений. По-прежнему отсутствует в комплекте и зарядный кабель, что в 2020 году я уже могу смело записать в минус. Потому как если раньше кабель microUSB еще у многих был в качестве зарядного для смартфона, то в этом году я навскидку даже не назову тебе ни одного современного смартфона с разъемом microUSB, везде уже ставят Type-C. А в кейсе разъем именно micro, и этот копеечный провод надо будет докупить или же что-то подходящее найти в своих закромах. Не поменяли и емкость аккумулятора в кейсе, это все те же старые добрые 300 мАч. Габариты также остались прежними, 62 на 40 мм при толщине в 27. Разве что комплектные амбушюры стали чуть приятнее на ощупь, но тут точно сказать не могу, заслуга ли это обновленной модели S. Просто мои Redmi первого поколения куплены еще одними из первых партий, так что это изменение могло случиться и раньше. Также как полагается именно китайской версии наушников, на крышке кейса теперь красуется логотип Redmi. В каждом наушнике установлен аккумулятор на 40 мАч. Время работы от одного заряда на полной 100% громкости составило 3 часа и 2 минуты. И вот чтобы развеять сомнения отдельных недоверчивых зрителей, которые периодически пишут, что я занижаю данный показатель, отвечу так. Во-первых, зачем мне это делать, а во-вторых, этот тест на время я проделываю обычно в течение рабочего дня. В моей тумбе под столом для этого есть специальное местечко, так что сколько отыграет, столько я и зафиксирую. Заряжаются наушники от кейса около 1 часа. Во время зарядки в кнопках наушников горят красные светодиоды. А если заряжается в этот момент и кейс, то на передней его стороне загорается красная лампочка и по окончании процесса она гаснет. Подключение к смартфону происходит по изъятию любого наушника из кейса. Ну и как ты наверное уже догадался, благодаря такому решению теперь можно пользоваться каждым по отдельности. В первом поколении так сделать было нельзя. Управление в наушниках кнопочное и новенького почти ничего не добавили. Однократное нажатие отвечает за плей паузу во время воспроизведения музыки, а во время телефонного звонка позволит ответить на вызов или завершить разговор. Двойным нажатием можно позвать голосового ассистента. Вот в принципе и все управление. Переключать треки или регулировать громкость с наушников по прежнему нельзя. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать как звучит микрофон в обновленных наушниках. Ну что же, проверяем работу микрофонов в наушниках RedMeteor Dots S на полном ходу, с открытыми окнами. Вот таким образом они звучат. Не знаю, на самом деле, если в них шумагав, скорее всего, его нет, но тем не менее, вот в таком сценарии использования они звучат именно так. Ну а теперь, в общем, еще один тест с печкой, как обычно. Я буду сейчас прибавлять фолюме в печке и мы будем слушать, как работают микрофоны в этих наушниках. Я уже прибавил на 3 и на 4 по максималу. Сейчас идет выдув из печки и вот таким образом звучат микрофоны на четвертом делении печки. Вот так. Теперь для сравнения проверим работу микрофонов в наушниках RedMeteor Dots первого поколения. С открытыми окнами еду сейчас в машине на работу. Идет такой вот задувающий ветер, а вот так вот звучат микрофоны в обычных RedMeteor Dots. Можешь услышать, есть ли разница и сравнить разницу с RedMeteor Dots. Наушники работают со смартфоном по интерфейсу Bluetooth 5.0, а на борту имеется единственный аудиокодек SBC, что немного уже непривычно в 2020 году. В каждом наушнике установлено по одному 7-миллиметровому динамическому драйверу и вот что самое главное, звук в обновленной версии не стал хуже. Звучат они по-прежнему хорошо, лучше, чем было не сделали, но и спасибо, что не испортили. Баса тут достаточно, особенно если надеть подходящие амбушюры. Просто сколько бы я раз об этом не говорил, все равно находятся те, кто не попробовав начинают их хейтить. Да, я пожалуй соглашусь, здесь не будет очень крутого звука, но наушники изначально позиционируются как бюджетное решение, и в целом по частотам тут все ровно. На максимальной громкости ничего не хрипит, а ее запас я тебе скажу здесь довольно приличный. Лично у меня к верхам и середине претензий нет, для вокальных и диповых композиций наушники прекрасно подходят. Тем не менее, самое интересное кроется дальше. Я вот думал, а зачем было это обновление, если по факту почти ничего не поменялось. И вот, насколько я понял, самая главная фишка этих ушей, это их работа в играх. Если нажать по кнопке три раза на любом из наушников, то можно активировать дополнительный игровой режим, при котором задержка в играх становится минимальной. Даже скажу так, в шутерах она вообще отсутствует. Во время игры появляется такое ощущение, что наушники у тебя работают по проводу, а не по воздуху. Все слышно в реальном времени без отставаний. И вот я так полагаю, что ставка в Redmi AirDots S была именно на это, ведь сейчас в беспроводных наушниках для многих важно именно как они себя ведут во время онлайн игр. Особенно если учесть, что в большинстве своем аудитория у Redmi AirDots это молодое поколение, школьники и студенты, которые любят поиграть в мобильные игры. И вот похоже на то, что специально для них Xiaomi и сделали это возможным в своих самых доступных беспроводных наушниках. Даже не знаю стоит ли говорить, что в YouTube полет отличный и отставаний звука нет, от слова совсем. Класс влагозащиты наушников не самый высокий в сегменте, это IPX4, но тем не менее он есть и это хорошо. Ну и в силу того, что форма наушников осталась прежней, то и сидят они в ушах также хорошо, по крайней мере в моих. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Если ты являешься обладателем первого поколения Redmi AirDots и для тебя их работа в играх не важна, то особого смысла покупать и обновляться на версию S я не вижу. А вот если тебе важен игровой процесс, то присмотреться к этим наушникам можно, если конечно тебя не смущает работа микрофонов. Также в качестве альтернативы более интересными наушниками со схожим форм-фактором и кнопочным управлением будут QCY T4. На них есть отдельный обзор на моем канале, кому интересно и кто не смотрел, рекомендую к просмотру. Там и управление побогаче, и есть приложение для настройки. Поддерживается два аудио кодека, ну и такой же специальный игровой режим по тройному нажатию имеется в наличии. Но самое главное, в них стоят очень классные микрофоны. Но в любом случае, окончательный выбор как всегда за тобой. Ну а если мой ролик тебе понравился, то не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал. А на сегодня это все, увидимся в следующих видео. Пока-пока.